Собственно, сообщу свое, выражу свое мнение по возникшим вопросам. Что касается, начнем с последнего, есть ли разница между факиром и баулом. Никакой разницы нет и не может быть, потому что в средневековых текстах, в поэмах бенгальских баул, бел, бел, факир идут как синонимы. Это раз. Второе. Что касается гендера. Гендер, извините, это решающий принцип для баула, кем бы он ни был. Почему? Объясняю. Если он профессионал или просто верующий и исполняющий практики. В любом случае, те матрицы или те марки, те вехи, которые есть в тексте, касающиеся практики баула, они присутствуют так или иначе. Они ориентируют на то, что есть баул, есть йогини, есть шундини, есть другие профессиональные названия-имена женщин, которые должны участвовать, так сказать, в их жизни. Без этого нельзя. Так же, как в этих самых, в любых и любом времени песен баул, будут такие термины, общеизвестные, как шунья, дерево бодги и прочие, такие очень яркие приметы буддистской идеологии. Но, значит, теперь относительно Бангладеш и Бенгалии как штата. Дело в том, что сейчас, как я уже в прошлом говорила год назад, значит, после выхода книги Саймона Захарии, где он даёт своё прочтение Чарии вместе, одновременно публикуя текст натуральной двухсотлетней давности, изданной Хоропрасадом Шастри, вот тут возникает, конечно, некая другая позиция. Позиция его как драматурга, как общественного деятеля, как благотворительного, активного участника благотворительных акций, как преподавателя и поэта. Для него важно что? Для него Чарии и их содержание есть в некотором роде, потому что они устраивают семинары международного значения и так далее, и так далее, как Сергей Сергеевич говорил о концертах. Это может быть семинар, концерт, пение, что угодно. Он занят возрождением транзиций. С моей точки зрения я с этим соглашусь, потому что я считаю, что традиции можно следовать или традиции можно не следовать. Возобновить традицию, как мы знаем по собственному опыту, по собственной истории, вряд ли возможно. Но тем не менее, люди следуют, им так нравится. Что за этим стоит? За этим стоят некие тексты, которые мало. Иногда он даёт два или три варианта того, что приводит Шастри, которые он собрал на полевых исследованиях, чуть не сказал о работах. В течение долгого времени, с 1985 года по 2016 продолжающихся, проводимые с итальянцами в основном, насколько я помню, с итальянской дамой, где он собирал песни и находил множество, особенно в Непале. Очень много в Бангладеш сохранилось, очень много сохранилось на территории самой Западной Бенгалии, но, видимо, это его интересует меньше, потому что что его интересует? Он, как мне кажется, по отзывам, которые сопровождали выход Чари, эта деятельность по поводу возобновления традиции Чари служит могучим средством идентификации Бангладеша как Бангладеша. Вот это очень важный момент. И поэтому с этим связано, кстати говоря, и гораздо более в Бангладеш видно, чем в Западной Бенгалии, то, что это приобрело такую вот совершенно международную поддержку и популярность, и вышло на первый план во многих изданиях и исследованиях. Теперь, значит, я хочу начать с того, что сказал Сергей Сергеевич, и уподобиться тому человеку, который абсолютно воспринимает Чари, он действительно не понимает, абсолютно отставляя, страняя и не думая, то есть я как человек современный, как там Любовь Орлова говорила, вот я стою, простая русская баба, вот стою я, простая бенгальская или русская баба, и слушаю бабу, что я из этого извлекаю, из чего созданы эти по-настоящему интересные и очень важные, скажу заранее, позволяющие проводить цепочку через 200 лет, через 100 лет перекидывать фразеологически, лексически, тематически, сопоставлять это с некоторыми песнями того, буквально дословно, и не только того, и Джесси Мудина, и многих других поэтов, и писателей также. Поэтому я начну с того, что прочту перевод Микушевича от первой Чари, который был опубликован в 50-х годах, насколько я понимаю, да, вот, а потом свой примитивный перевод, еще к тому же и под несколько с хулиганев, я его сделала под традицию русской, ну, сами посмотрите. Значит, вот перевод Микушевича, «Пять ветвей на чарующем дереве теле, время в мыслях царит в этом зыбком пределе, утвердишь, несказанное с большой буквы, знанием точным, и великое счастье с большой буквы окажется прочным. Величайшие подвиги тоже бесцельны, если радость и горе людское смертельны. Опыт мнимый навеки отсечь постарайся, окрылен пустотой на нее опирайся. Я провидел незримое в явственных видах, возносил меня вдох и поддерживал выдох». Красота? Но, к сожалению, это некие мелодии на тему. Это, с моей точки зрения, хотя я не специалист, это не имеет никакого отношения к изложению буддистской догмы, с одной стороны, а с другой стороны, не передает чарю, как она сложена и для чего она сложена. Вот. И поэтому, и поэтому. Так. И поэтому, значит, перейдем к русифицированному переводу. Для того, чтобы было понятно, к чему я веду, на чем я закончила прошлый год свой доклад, что, как мне кажется, каждая чарья имеет в себе три составляющих. Есть некое рассуждение Вичар, или суждение, есть некое, есть некое атма-пракаш, то есть излияние или исповедь, назовите как хотите, и есть некий прочар. Да? Атма-пракаш, это, значит, так сказать, выполняет роль проманы, то есть убеждение в том, что предыдущие сказано верно, а, соответственно, заканчивается обычно любая чарья составлением. Это обычная штука. Теперь, вот, значит, первая чарья, которую я прочту, считается она лойпа, самая древняя. Ну, древность относительно, два века туда, два века сюда, 10-й, 12-й, а может, и 13-й. Так. На дереве тело пять ветвей, чем тревожней дух, тем смерть скорей, а тыну в тревоге блаженство вкуси. Как того достичь, наставника спроси. Это такой зачин. Дальше. Сколь молитв не прочтёшь, в горе, в радости всё одно помрёшь. Получение. Сбросив жизни путы да кучные, в шунию свой взгляд устремил лучше ты. Простите за майковщину. Да? То есть я ж не претендую на это. Сказал луипа, я этого достиг, в дьяне пробыв всего один миг. Вот и всё. Значит, 10 строк, разбитый на два двустишия и одно четверостишия. Первое двустишие связано лексическим словом мон. Но я перевод... Не придирайтесь, потому что переводила я это слово русским словом дух. Будьте снисходительны. Вторая часть, посвящённая поучению, она связана с двумя значениями слов... Не с двумя, а с двумя толкованиями слова «садвана». Значит, вот там, где говорится, сколь молитв не прочтёшь, не прочтёшь, это называется, сколько садвана не сделаешь. В другом случае говорится, шунью свой взгляд устреми лучше, сбросив желание путать, тут тоже употреблено слово садвана. То есть почитай садганой шунью. Поскольку тут не отражено, так я, значит, это поясняю. Значит, таким образом получается, что мы имеем. Мы имеем... Текст бывает рифмованный, в данном случае он рифмованный, поэтому я сделала эту как бы топорную рифму для того, чтобы было понятно, что есть текст рифмованный, а есть нерифмованный. Иногда в самом начале в виде зачина идёт текст рифмованный. Иногда в середине вдруг он не рифмован. О чём это говорит? О том, что тут, значит, либо зачин повторяется в новом обличии, если успею, то прочту ещё одно изделие, либо, значит, его просто рассредоточили на два. Теперь, что касается вот этого самого первого «На дереве тело пять ветвей», чем тревожнее дух, тем смерть скорей. Ну, как сказал любимый мой Михаил Кузьмин, каждое слово мы можем объяснить седьмиобразно. В данном случае, наверное, и больше, чем семиобразно можем объяснить, это, во всяком случае, это явно идёт от Хэйяли такой тип загадки, на который ответ неопределёнен. Да, а если это Дханда, то ответ более или менее определёнен. Ответ неопределёнен, значит, это вот такой материал к размышлению. Что касается дальнейшего, почему я сказала, что это свёрнутая очария, потому что здесь чередуется, значит, кроме зачина имеется маленькая, маленькая, так сказать, фраза о доказательстве, что сколько не молись, всё равно умрёшь, не то слово, сколько не посвящай себя служению, всё равно умрёшь, и дальше опять поучение, слушай учитель, слушай учитель, опять слушай учитель. Значит, вот мы имеем такую, причём зачин действительно бывает парадоксален. Парадоксально, как мне хочется заранее сказать, а то боюсь, что забуду, и самочария. Чем она парадоксальна? Опять-таки скажу сразу. Она парадоксальна тем, что каждая её часть может вставляться, они могут меняться местами, особенно проманы, то есть вот эта исповедническая часть, она может вставляться куда угодно. Это большая красивая картина. Здесь этой красивой картины нет, но она наблюдается. Что общее мы можем сделать, какой вывод по поводу этого одного маленького куска? Мы можем сказать, что здесь бросается в глаза, и о чём, и что, видимо, способствует такой популярности чарий. Дух смятён. Дух не знает, что человек смятения. Всегда и в каждой чарии человек в накалённом состоянии страсти и не устройства. Это не устройство может быть связано с тем, что ему не переплыть реку, что ему не обнять возлюбленную, что ему трудно достичь желанного чего-то. Масса всяких вариантов есть на этот счёт. Но во всяком случае дух смятения. А в мире всё не так, как кажется. Мир не способствует моему покою. Я должен искать этот покой. Я должен утверждать свой разум. он мне не нужен, а нужен мне твёрдый разум. И поэтому я очень жду, когда мне этот твёрдый разум либо кто-то даст, либо я должен сам его искать. И что парадоксально, что несмотря на призывы вуру, постоянно имеется в виду опирайся на собственное стремление, на собственное мнение, на собственное видение. Вот в этом тоже есть своего рода парадокс. Ну, поскольку осталось ещё совсем немного, то прочту такую, которая одна. Ладно, можно? Или нельзя? Так, двух черепах одним ковшом не поймать, липкий канхал, пошту крокодилу любожевать. Вот это вот такая значит поливалентность ответа. Абсолютная чепуха, но она имеет для думающего, для каждого думающего имеет свой смысл. В дому сижу, два дво... Вот сейчас уже пошла чистая атмопракаш, да? В дому сижу, да во двор гляжу, слушай, подружка, что расскажу. Вот значит вставка не вначале, а ещё дополнительная, да? Коль серьги скрадены, как ночь ночевать, сладко свёкру спится, молода жена без сна томится. Коль серьги с ушей вор сумел покрась, не ворону льже звать, чтобы их сыскать. Молода жена днём вороны боится, ночью томясь желанием, крик её услышит стремится. Такую вот песню Кури... Кукурипа поёт, из десяти миллионов один поймёт. Спасибо, больше не могу. АПЛОДИСМЕНТОМ подскажем, бхаджёго-виндом, это Мухаммудгород. С её приправкой, прессовым ритмом таким, бхаджёго-виндом, 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 мухаммадэ, мухаммадэ и так далее. Мне кажется, хотя он не писается шанкарин, но есть очень новое вероятное, потому, что это всё-таки библиаре. Вероятно, понимаете, там что? Собственно, структура-то это что? Откуда что взято? Что-то взято из пословиц, что-то взято из докона, эти самые домашние приметы и так далее. Вот эта вот штука с кольцом из вороны, это перешло в приметы и поговорки. Какие-то вещи и последнее, что тогда говорила сейчас не успела сказать, что, понимаете, не только фразеологические и не только тематические, а просто лексические есть строчки тогорские, которые повторяют. Значит, вот Годжина, Садвана, ну, сейчас, Садвана, а Рядвана всё просто так порит. Значит, это значит совершенно то же, что я читала все Садвана расставлены. Да. Ну, вот так вот. А что касается рифмы, это интересно, почему? Потому что очень много нерифновных кусков, а если есть рифма, значит, есть логическая связь. Обязательно. И есть какая-то игра внутри. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.